В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Совместный выездной прием наш город посетили уполномоченным по правам человека и руководство МВД России по Нижегородской области. Новый региональный оператор с нового года изменится схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Подарим праздник вместе. Канал 16 запускает благотворительную акцию «Мы помогаем». Далее расскажем обо всем подробно. Помочь жителям города решить проблемы, связанные с улучшением жилищных условий и регистрацией участка, пенсионным обеспечением и вопросов взаимодействия с властью. В здании администрации уполномоченный по правам человека и руководство главного управления МВД России Нижегородской области провели личный прием граждан. Подробности далее. Институт уполномоченного по правам человека существует уже 13 лет, но выездной прием граждан в нашем городе проводится впервые. Работа с жалобами горожан длилась больше трех часов. За это время специалисты успели принять около 10 сыровчан и рассмотреть одно коллективное обращение. На мой взгляд, прием сегодня прошел очень конструктивно. И если не найдены были ответы и решения сразу, то мы необходимые документы берем с собой в Нижний Новгород для того, чтобы сделать соответствующие запросы в различные инстанции для получения дополнительной информации и определения возможности решения того или иного вопроса. Вопросы, с которыми сыровчане обращались к уполномоченному, затрагивали различные сферы жизни. Они касались улучшения жилищных условий детей-сироты-служащих, пенсионного обеспечения, деятельности правоохранительных органов. Поэтому в заседании приняли участие представители многих структур. Поэтому это хорошая практика, устоявшаяся. Мы на участковых пунктах полиции проводили такие приемы в городе Нижний Новгород. Сейчас очередь дошла до Сарова. Я думаю, польза от этого есть. Быть ближе к народу, решать проблемы, которые годами не решали, это важно. Поэтому есть результаты, мы будем работать в этом направлении дальше. Это был первый подобный выездной прием уполномоченного в нашем городе, но далеко не последний. Участники заседания уверены, что такие встречи могут стать регулярными и будут проходить не реже одного раза в год. Региональный оператор. Региональный оператор. Новый региональный оператор будет работать только с категорией «твердые коммунальные отходы». Их утилизация актуальна для многоквартирных и частных домов, социальных учреждений и других предприятий. До 1 января будущего года региональный оператор обязан заключить договоры с юридическими лицами на всей территории города. Несмотря на то, что очень много полномочий по организации вывоза ТКО в нашем федеральном законодательстве отдано на полномочия субъектов Российской Федерации, организация санитарной очистки территорий муниципальных образований остается в рамках полномочий органов местного самоуправления. Мусоры, вывозящая компания, как и региональный оператор, были определены по конкурсу. Возить отходы из Сарова до Балахны будут до тех пор, пока дорожное эксплуатационное предприятие, на балансе которого находится Саровский полигон, не получит соответствующую лицензию. Мы не хотим уходить от этого вида деятельности, потому что если ДЭП получит лицензию, он может стать оператором по приему и утилизации ТКО. И, соответственно, региональный оператор уже в соответствии с требованиями закона может заключить с ним договор. Но нам еще предстоит совершить еще такое серьезное действие, чтобы наш полигон включили в территориальную схему обращения с отходами. Увеличение транспортных расходов на вывоз ТКО скажется на коммунальных тарифах. С нового года в квитанциях собственников жилья появится новая строка расчеты, по которой будет проводить региональная служба по тарифам. Тариф будет выше, потому что деятельность уже, видите, обросла сколько структурами. А почему обросла структурами? Потому что государство берет на себя полный контроль за сбором и конечной утилизацией твердых коммунальных отходов на территории всех муниципальных образований Российской Федерации. Более подробную информацию по вопросам новой схемы утилизации ТКО можно получить по телефону 977-87-990-49 и по телефону регионального оператора 831-265-3122. Открытие филиала компании в нашем городе должно произойти до конца текущего года. С 1 января в Нижегородской области увеличится список категорий граждан, имеющих льготы по оплате капремонта. После внесения изменений в региональный закон меры поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации будут предоставляться собственникам жилья, достигшим 70 и 80 лет, в составе семей которых только неработающие пенсионеры или инвалиды. По вопросам предоставления компенсации следует обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 6 ноября в Нижегородской области пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Бизнесменов примут начальники подразделений, а также руководители городских и районных прокуратур. Более подробную информацию можно получить по телефону 756-36. При новом храме на улице Менделеева открылись воскресные учебно-воспитательные группы для дошкольников. Занятия построены в форме бесед, игр и мастер-классов. Расписание также включает в себя трапезу и посещение храма. ХК Саров заработал победный 3 очка. Наша команда в гостях одолела столичный клуб «Звезда». Поединок складывался непросто. Основное время команды завершили с равным счетом и по правилам хоккея продолжили битву в овертайме. Победу соровчанам принес воспитанник казанского Акбарса, нападающий Николай Владимиров. Забитая им шайба поставила точку в поединке и принесла подопечным Игоря Веркина долгожданную победу. До самой главной ночи в году осталось два месяца. Новый год – праздник всеми любимый, всегда долгожданный и сказочный. Однако не ко всем в эти волшебные дни приходят родные и близкие с подарками. По всей России живут сотни детей, бабушек и дедушек, которые нуждаются в помощи. И наш город не исключение. Чтобы в новогоднюю ночь подарить им настоящий праздник, мы вновь объявляем о старте благотворительной акции «Мы помогаем». Чтобы сотворить новогоднее чудо, не обязательно быть Дедом Морозом. Достаточно лишь иметь желание подарить окружающим настоящий праздник. Канал-16 вновь начинает благотворительную акцию «Мы помогаем». И в этот раз мы проводим ее совместно с депутатами городской думы. Радостно, что канал-16 с такой акцией идет, расширяет ее деятельность и на нас тоже. Людей, нуждающихся, у нас очень много. И каждый депутат на своем округе этих людей знает. Пусть это будет какая-то помощь, может быть, в некоторой степени символическая, но когда одиноким людям оказывают такое внимание, они это очень ценят. Мы это все знаем и реагируют на это очень позитивно. И как-то все наше общество становится немножко лучше. Впервые акция «Мы помогаем» стартовала два года назад. В преддверии больших праздников редакция нашего канала и неравнодушные жители города помогали одиноким пенсионерам, собирая такие необходимые для них продукты питания и средства гигиены. За это время продуктовые наборы и подарки получили не один десяток бабушек и дедушек. Мы получаем огромную обратную связь на нашу акцию и со стороны жителей города Сарова, которые с удовольствием несут подарки и продукты для пожилых людей, так и от тех людей, которым мы помогаем. Мы получили много писем, много звонков в нашу редакцию со словами благодарности, потому что, казалось бы, небольшой подарок, продуктовый набор на самом деле приносит в дом к этим старикам, которые волею судеб остались одиноки, настоящий праздник. Принять участие в благотворительной акции и подарить немного радости и волшебства людям, так нуждающимся в заботе и поддержке, может каждый сыровчанин. Для этого нужно совсем немного. Можно купить хозяйственные товары, продукты, мясные и рыбные консервы, крупы, макароны, чай, какао, сгущёнку, паштеты, сладости. Также можно приложить небольшой новогодний подарок – календари, шарф, тёплые носки, подарочное полотенце или маленькую мягкую игрушку. Чтобы вы не принесли, это доставит искреннюю радость получателям. Присоединяйтесь к нам. Передать товары для бабушек и дедушек можно по адресу. Силкина, 41, второй этаж. Давайте дарить праздник вместе. Бокс – один из самых популярных видов контактных единоборств. В нашем городе будущих чемпионов в этом виде спорта на протяжении многих лет готовят в отделении спортивной школы «Икарм». Спортсмены защищают честь города на выездных соревнованиях и принимают участие в традиционных городских чемпионатах. Определены победители и призёры ежегодного турнира по боксу среди воспитанников Саровской спортивной школы. Отработка джебов, хуков и апперкотов. Усиленные тренировки пять раз в неделю. Так Даниил Чигунов готовился к городскому турниру по боксу. Обыграть соперника на домашних соревнованиях – дело чести. Тем более, что этот турнир для спортсмена – повод проверить свои силы перед более серьёзными состязаниями. «Хочу выиграть первенство первенства федерального округа и России. Если получится выиграть Россию, то поехать на Европу, а там уж как получится на Олимпийские игры». Для кого-то этот турнир – возможность проверить свои силы, а для кого-то первый раз попробовать себя в роли боксёра на соревновательном ринге. У Рамазана Султанова это дебютный поединок. Перед выходом юный спортсмен поставил себе цель – завоевать победу любой ценой. «Он мне много раз бил особенно в голову. В корпус у него вообще не бил. Мне было тяжело. Я взял себя в руки и победил моего соперника». Алексей Жирнов раньше сам занимался этим видом спорта, а сегодня привел в секцию своего сына. Алексей надел на Арсении перчатки и защиту, дал несколько ценных советов и отправил юного боксёра на ринг. И несмотря на то, что Арсений занимается боксом всего две недели, он смог показать хороший результат и порадовать своих родителей. «Это восстанавливает боевой дух. Дисциплина должна быть. Боевой дух будет. Главное – тренироваться». В городском турнире приняли участие 40 спортсменов в возрасте от 4 до 16 лет. Организаторы тщательно подбирали пары соперников, а перед выходом на ринг проводили инструктаж по технике безопасности для каждого участника. «Ребята сегодня молодцы. Мы сегодня проверяли всех новичков и тех, кто выступает. Бои, я считаю, достаточно такие. Это упорные получились у нас. Малыши тут не дрогнули. Это очень радует». По итогам соревнований всех участников наградили памятными дипломами и денежными сертификатами. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Качество молочной продукции – это всегда важный вопрос для потребителя. С одной стороны, мы покупаем молоко, масло и сметану, потому что заботимся о своем здоровье. А с другой – постоянно слышим информацию о заполнивших рынок фальсификатах. Что делать в этой ситуации? Доверять собственному опыту и результатам независимых исследований. Масштабное исследование рынка молочной продукции провело Роскачество совместно с Роспотребнадзором и Росселькоснадзором. Крестьянское масло этого производителя не просто соответствует требованиям, а признано товаром повышенного качества, так как его показатели превышают требования ГОСТ. Продукт абсолютно безопасен, не содержан консервантов и красителей, и вообще в ходе исследования не было ни одной позиции, где образцу не была бы поставлена наивысшая оценка. Также в этом году продукция завода вошла в список 100 лучших товаров Нижегородской области. И вышла на федеральный этап престижного рейтинга. Предприятие выпускает молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию. За качеством сырья следят на всех производственных этапах, начиная с приемки сырья. Молоко поступает нам наше, то есть с нашей Нижегородской области. Совхозы все наши проверены, работаем мы с ними очень давно. Молоко только высшего сорта. Проверяем молоко полностью по всем физико-химическим и микробиологическим показателям. Следующий этап – производство. Весь процесс переработки молока на нашем производстве полностью закрыт и автоматизирован, что исключает контакт человека с перерабатываемой продукцией. Недавно был приобретен автомат финского производства «Финпак» по распаковке молока в пакеты. Вся кисломолочная продукция заквашивается производственной закваской по старинному рецепту. Импортную линию для рассыпчатого творога приобрели, ориентируясь на лучших мировых производителей молочной продукции. С этим творогом мы участвовали в конкурсе «100 лучших товаров России», заняли призовое место. Вкусный, качественный и полезный творог не только реализуется в торговых сетях, но и поставляется в детские сады, больницы и школы. В нем нет консервантов и стабилизаторов, так же, как и в другой продукции предприятия. Нашу сметану мы вырабатываем согласно ГОСТу, используя натуральные сливки, производственную закваску, реперварную в кошелах, не используя никаких загустителей, стабилизаторов. Благодаря правильно подобранной температуре пастеризации, давлению гоногенизации мы добились желаемой консистенции, густоты и глянца. Итак, качественное сырье плюс современное производство плюс натуральные ингредиенты. Вот формула молочной продукции, которая получает высокую оценку и экспертов, и потребителей. Молочный завод «Приволжский город Кстова», улица Береговая. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok